Вы смотрите программу «Губерния» и вот о чем расскажем. То, о чем так долго просили горожане, произошло в самый жаркий день сентября. В Иванове начали заполнять систему отопления. Уже потеплело в детских садах. Единственный дом у железной дороги должны были расселить более 20 лет назад. Вот только этого так и не произошло. На картах он не числится, а на глазах разваливается. Расскажем, как железная дорога отрезала пенсионерку от нормальной жизни. Дорожная авария на перекрестке Лежневска и Типографской. Мы решили вспомнить, как часто на этом месте случается ДТП. В поселке Колобово Шуйского района модернизируют котельную, которая обслуживает несколько десятков домов, школу, детский сад, амбулаторию, администрацию и дом культуры. Это поможет оптимизировать расходы на отопление. В ходе антитеррористических учений уничтожили условных террористов, спасли заложников и предотвратили взрыв нефтеперекачки. В прямом эфире с вами Наталья Сергеева. Здравствуйте. И сейчас обо всем расскажем подробнее. Ну а начнем с самой горячей темы. В Иванове и местами по области начался отопительный сезон. Во вторник в городе к системе подключили 57% социальных объектов. Пуск тепла в Иванове начали со школ, детских садов, больниц. Во вторник АО «Ивгортеплоэнерго» сообщило, что от гарантирующего поставщика поступила заявка на включение отопления на объектах соцсферы. Готовность системы специалисты оценивают на 100%. Сотрудники обеспечивают необходимое мероприятие по контролю над подключением. Как сообщил гендиректор «Ивгортеплоэнерго» Роман Гордовский, по состоянию на три часа дня тепло уже пустили более чем в половину школы детских садов. По отдельным заявкам также включают соцобъекты в Ивановском районе. Один из первых – четвертый роддом в Бухарове. Ивановская общественность была обеспокоена после публикации о розыске подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Полиция в социальных сетях выложила видео и просила откликнуться тех, кто опознал вероятного злодея. В прошлую пятницу днем возле 53-й Ивановской школы мужчина, которому на вид 35-37 лет, совершил преступление против половой неприкосновенности детей. Давались еще приметы подозреваемого. Правоохранители были ориентированы на розыск вероятного преступника. И во вторник утром сотрудники уголовного розыска задержали фигуранта. Оперативники тщательно отработали место, где был замечен мужчина. Выяснили при помощи камер наблюдения траекторию, по которой этот человек курсировал. И пришли к выводу, что с места преступления он уехал на машине. Затем сыщики сумели вычислить и сам автомобиль, задержанный передан следователем в Следственное управление Следственного комитета. Росгвардейцы задержали в шуе воришку, а он оказался в федеральном розыске за наркопреступлением. Злоумышленник попытался обчистить магазин на Северном тракте райцентра. Он схватил с прилавка 17 флаконов дезодоранта и несколько банок кофе. На его пути встала продавщица, но похититель оттолкнул ее и скрылся. Сотрудница магазина вызвала наряд вне ведомственной охраны. В ходе отработки прилегающей территории, что гвардейцы задержали молодого человека, чьи приметы совпадали с описанием грабителя. При проверке личности выяснилось, что задержанный с июля находился в федеральном розыске по подозрению в совершении на территории Нижегородской области наркопреступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ. Гражданина доставили в отдел полиции. Проводится проверка. В Ивановском районе был пресечен условный теракт. Учение пункт 2022 провел оперативный штаб под руководством начальника управления ФСБ региона. По легенде учения террористическая группа пыталась проникнуть на территорию нефтеперекачивающей станции. Преступников пытались задержать сотрудники полиции, но они оказали вооруженное сопротивление и скрылись в одном из домов населенного пункта Ивановского района. Террористы взяли четверых заложников из числа местных жителей, выдвинули требования к органам власти. От ведения переговоров злоумышленники отказались. Однако место нахождения преступников было обнаружено. Населенный пункт, где они находились, отцепили правоохранители. Преступную группу удалось обезвредить, а заложников освободить. В результате слаженных действий теракт предотвратили. В учениях были отработаны все действия в сил ФСБ, МВД, ФСО, МЧС, ФСИН, Росгвардия, а также Следственного комитета, правительства региона и антитеррористической комиссии. К другим темам. В нашу телекомпанию обратилась пенсионерка из Фурмановского района. Рядом с деревней Вондога проходят железнодорожные пути. В паре метрах от них в лесной чаще стоит дом, который по всем нормам находиться там не может. Его жильцов должны были расселить еще в 93-м году. А запутанная история подробнее Алина Марчева. Единственный дом у железной дороги должны были расселить более 20 лет назад. Вот только этого так и не произошло. На картах он не числится, а на глазах разваливается. Как же так получилось, что железная дорога отрезала пенсионерку от нормальной жизни и заставила выживать одной в лесу? Мы в Фурмановском районе, деревня Вондога. Когда-то здесь стояла железнодорожная станция, а около путей была россыпь жилых домов. Остался один. Его хозяйке Галине Строгановой 67 лет. Около 10 из них она ухаживала здесь за парализованной мамой. Вскоре и сама стала жить тут. Когда мама здесь жила, и станции стали нарушать, стали расселять людей отсюда. И ей в 93-м году должны были дать квартиру в Иванове. Она уже все готовилась, что дадут квартиру. И кто-то ей из начальства, из ее железнодорожного, посоветовали. Валентина Степановна, вы дом приватизируйте, и он у вас останется как дача. Вы получите квартиру, и этот дом останется как дача. И мама послушалась, взяла, приватизировала этот дом. В итоге остались без квартиры и в доме, который с каждым годом все больше рассыпается от ветхости. В доказательство на руках у женщины экспертиза. Стены, в особенности углы, промерзают ближе к зиме. В жилище становится невыносимо холодно. Спасают два шерстяных ковра на полу, валенки и обогреватель. На печку все меньше надежды. Рассыпается, а приходится перекладывать. Заделывала кирпичами, я уже сама. Что вы сами разводите? Сама развожу, сама делаю и сама замазываю. Фундамент не смог просохнуть даже за лето. И по нему и по кирпичной кладке в подполье пошли трещины, плесень. Пол проседает. Из-за этого деформировались оконные рамы, появились щели. Воду женщина набирает из скважины. Почти сутки еще уходят на ее очистку. Вот я ее отстаиваю, потом сливаю, переливаю уже, почище остальное. Все на это самое наливаю, по новой опять. Спустя годы вдоль железной дороги стали проводить связь. Но дойдя до дома Галины Строгановой, связисты удивились, обнаружив его. Почта и подвоз газовых баллонов со временем прекратились. Выяснилось, ни на картах, ни где-либо еще этот дом не числится. Чтобы разобраться в запутанной истории, пенсионерка обратилась к адвокату. Направили обращение в Ивановскую и Ярославскую прокуратуры. Так как железнодорожные пути передали Ярославскому территориальному управлению Северной ЖД. Я сделала запрос, могу ли я приватизировать землю вот около дома. Говорю, если ничего не получится, приватизировать землю или обмен какой сделать. Мне прислали письмо, что землю приватизировать я не могу, потому что дом находится в зоне отвода железной дороги. Прокуратура мне Ивановская пишет, и Ярославская тоже. Примерно они одно и то же пишут, что дом находится за зоной отвода железной дороги. Согласно строительным нормам и правилам, от дома до железной дороги должно быть не менее 100 метров, или 50, если есть шумоглушащий забор. Здесь же всего 13. Кроме того, прокуратуры и СЖД в своих ответах стали и вовсе относить жилище к лесхозу. Вскоре прекратили слать письма, приехали лично. Предложили поставить трехслойные окна и забор от шума. А в качестве защитной полосы высадили перед домом 17 молодых елок. Мне шум не мешает, я им объясняю. Я говорю, идет вибрация дома. Вот если идет состав груженый, у меня дом вот так вот ходуном ходит. Сыплется прямо вот сверху с окошек, сыплется труха вот эта вот. Груженые составы здесь ходят по 10 раз в день. Не реже эти пути пересекает, а точнее перелезает и сама пенсионерка. Три раза в неделю в Вондугу приезжает машина с продуктами. Но выбор невелик. Поэтому по магазинам или больницам Галина Юрьевна ездит в Иваново. Самодельные переходы, кстати, оборудовала она сама. Зимой их часто сшибают поезда. Приходится устанавливать заново. Я запрашивала, говорю, сделайте мне переход. Вот, не положено. Дома-то нет. По другую сторону ЖД путей в Вондоге осталось всего два жителя и те пенсионеры. Жить в лесной глуши женщина не боится. Привыкла, да и рядом охрана. Пес Тарзан и кот Вася. Периодически Галину Юрьевну навещают сыновья, помогают латать дом. Переезжать к детям пенсионерка не хочет, не понимает зачем. Еще надеется получить положенное по закону жилье. Несмотря на бодрость духа, здоровье все же подводят. Да и позади множество перенесенных операций. Но пока еще пенсионерка продолжает своими силами и на небольшую пенсию латать дом. Алина Марычева, Иван Сахаров, телекомпания «Барс». Грибной сезон закончился, так толком и не начавшийся. И теперь любители тихой охоты отправились на лесные болота в поисках клюквы. Одним из таких стал житель Кенишемского района. Вылазка обернулась для него ночевкой в лесу, пока на помощь не пришли спасатели. 69-летний Владимир Алексеевич из деревни Починок отправился на болото в минувшее воскресенье. Время шло, мужчина не возвращался. Пропала связь. Родственники тут же забили тревогу. Почти сутки поисковики прочесывали каждый километр опасных лесных троп. Из наводок только показания свидетеля, который в тот день вместе с Владимиром ушел поохотиться за клюквой. Когда ягодник понял, что заблудился, он остался ждать спасения. На болоте он провел всю ночь, пока на следующий день его не нашли местные охотники. Вместе они вышли из леса, где их уже ждала машина скорой помощи. К счастью, здоровью пенсионера ничего не угрожает. Всего на сегодняшний день в области продолжаются поиски 37 человек. Впереди короткая реклама. И вот о чем расскажем далее. В поселке Колобово Шуйского района модернизируют котельную, которая обслуживает несколько десятков домов, школу, детский сад, амбулаторию, администрацию и дом культуры. Это поможет оптимизировать расходы на отопление. Дорожная авария на перекрестке Лежневской и Типографской. Мы решили вспомнить, как часто на этом месте случается ДТП. Заботишься о безопасности и хочешь знать, что происходит в твоем дворе на парковке или детской площадке? Звони 93-93-93. Интеркомтел. В эфире новости губернии и мы продолжаем. Возгорание и взрыв в Шуйской ЦРБ. Утром во вторник в МЧС поступило сообщение о задымлении в терапевтическом корпусе больницы. На место выехали пожарные бригады. Как выяснилось, загорелся и взорвался бойлер в кабинете заведующей неврологическим отделением Шуйской больницы. Там на госпитализации находились 20 пациентов. Их быстро эвакуировали в другие палаты терапевтического корпуса. Сам же пожар потушили оперативно. Сами сотрудники ЦРБ с помощью огнетушителей еще до приезда пожарных. Площадь возгорания составила 1 квадратный метр. Никто не пострадал. Предварительная причина возгорания – неисправность электроприбора. Сейчас к заболеваемости и снова прирост в коронавирусной статистике. Число заразившихся пока растет. За минувшие сутки поставлено 299 новых диагнозов. По данным сайта, стоп-коронавирус госпитализировано в больнице 36 жителей региона. Общее число лечащихся в стационаре, по информации Департамента здравоохранения области – 242 пациента. На койках с кислородом находится 112 человек, на аппаратах ИВЛ – 10. Свободно для пациентов – 63 койки. За последние сутки зарегистрирован один летальный случай от COVID-19. Это 71-летние пациенты из Заволжского района. Всего за время пандемии от COVID-19 погибли более 3000 человек. В Колобове-Шуйского района модернизируют котельную. Оборудование там теперь будет водогрейным. Это позволит оптимизировать затраты на отопление в поселке. Подробнее в репортаже Марина Зениной. Газовой котельной в Колобове почти 50 лет. Изначально она принадлежала фабрике. Однако теперь предприятие отапливается за счет своей, блочно-модульной. А старую котельную передали муниципалитету. Объект обслуживает 50 домов, школу, детсад, амбулаторию, дом культуры, администрацию. Но из-за паровых котлов уже не соответствует требованиям Ростехнадзора. Потребляет слишком много газа. Чтобы решить проблему, еще в прошлом году губернатор Станислав Воскресенский рекомендовал главе района Сергею Бабанову контролировать вопрос теплоснабжения лично. Вы, пожалуйста, лично этими вещами занимайтесь. Для людей важно. Занимайтесь лично в готовности объехать сеплоснабжение. Мне полностью все расклад, какие работы будут сделаны. Потом прием решение, будем ли модернизировать в этом году или нет. Модернизировать все-таки решили. В прошлом году на реконструкцию зданий из областного бюджета выделили более 7 миллионов рублей. Ремонт кровли был произведен в прошлом году. В этом году мы запланируем ремонт оконных блоков, вот здесь, вот этой стороны, и ремонт наружной стены. Все это запланировано, предусмотрено средством бюджета. В этом году областная субсидия составила почти 16 миллионов рублей. Сделали главное. Закупили новое оборудование и заключили контракт на модернизацию котлов. Работы начали в конце июля. Пока в водогрейный режим переведен один котел. В пиковые нагрузки, когда в поселке минус 30, здесь работают два котла. В водогрейный режим переводят три. Один будет резервным. Здесь также заменили теплообменники, насосную группу. Сейчас настраивают фильтры для водоочистки. Завершить работы должны до конца сентября. Параллельно специалисты МУП ЖКХ Шуйского района восстанавливают кирпичную кладку. В правительстве уверены, что с этого отопительного сезона поселок будет более экономно расходовать газ. Позволит сократить затраты на приготовление, на выработку тепла. И, естественно, это влечет за собой экономию в субсидировании данной организации. И в целом повышает качество, потому что паровые котлы более проблемные в эксплуатации. А водогрейный режим, он более эффективен. Котельная, правда, теперь лишится резервного топлива. Мазутное хозяйство, наконец, перевели в собственность муниципалитета. Но, по словам специалистов, после модернизации содержать его нет необходимости. Марина Зейна, Григорий Мартянов, телекомпания «Барс». Но в целом в области, в том числе благодаря федеральной поддержке, ведут активную работу по модернизации системы теплоснабжения. В 2021 году обновили 43 котельные в 17 городах и районах. В этом году 30 в 14 муниципалитетах. В понедельник вечером около торгового центра «Тополь» в Иванове перевернулся автомобиль. Удивительно, но обошлось без пострадавших. Авария произошла на перекрестке улиц Лежневская и Типографская. Стоит отметить, что на этом перекрестке ДТП случается с пугающим постоянством. ДТП случилось около 10 часов вечера. Как синяя «Лада Гранта» оказалась колесами вверх, пока выясняют дорожные полицейские. Не исключено, что автомобиль налетел колесом на бордюр и перевернулся. На месте работали специалисты аварийных служб. На этом злополучном перекрестке серьезные ДТП происходят регулярно. В феврале этого года два столкновения случились друг за другом. Кроссовер не разъехался с 30 маршруткой, одна из пассажирок которой получила травмы. А затем вечером того же дня столкнулись легковушка и автобус сотого маршрута, следовавший по выделенной полосе. В марте на этом месте пострадали мама и двое ее детей. Женщина ехала в Вольцвагене полу по полосе для общественного транспорта, когда в нее влетел молодой человек, также на немецком автомобиле. В 2015 году на Типографской произошла страшная трагедия, в которой погибли две девушки. Тогда шестеро подвыпивших молодых людей, трое парней и три девушки возвращались из ночного клуба. За рулем БМВ Х5 был 29-летний Ивановец. На повороте с Московской улицы на Типографскую он потерял управление, машину вынесла на обочину и она перевернулась. Впереди новости синоптиков, расскажем о погоде. Мы знаем, как вернуть здоровье ногам. Прием ведущего флеболога всего 990 рублей. Узиве на обеих ног в подарок. Клиника Варикоза нет в Иваново. Записывайтесь. 300-300. В среду в нашем регионе ожидается пасмурная погода, дождь. Температура воздуха днем плюс 12-14 градусов. Ветер юго-восточный 4,6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 74%. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни нас ждет дождливая, но довольно теплая погода. Внимание! Небывалая акция. Карнавал угощений. Текстильный центр Рио раздает бургеры, лимонад, кофе и текстильные подарки своим покупателям. На каждые 500 рублей вашей покупки получайте 25 Рио-рубликов и обменяйте на вкусные призы. На этом пока все. Текстовые фото и видео сообщения в нашу редакцию. Присылайте по номеру телефона, который видите на своих экранах в любой из мессенджеров. Информационные итоги дня подведем в 20 часов 30 минут. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин